Смарагд, Байконур, Бананас, Дарвика. Здесь более 150 сортов винограда и не только. На своем участке наша героиня вырастила настоящую фруктовую ферму. Идемте знакомиться. Это Наталья Полякова, методист дома культуры, мама двоих сыновей, фермер с 15-летним стажем. Женщина выросла в селе и не представляет жизни без собственного огорода. Раньше выращивала клубнику и малину для себя, чтобы побаловать детей. Виноградная история началась неожиданно. В 2007-м с трех кустов. Со временем дело переросло во что-то большее, чем просто хобби. Начала глубоко вникать, как правильно ухаживать за этой культурой, чтобы получился достойный результат. Нужно любить эту культуру, нужно очень сильно любить землю. Если этого нет в душе, внутри человека, то не стоит даже этим начинать заниматься. Дело не только трудоемкое, но и затратное. Без поддержки государства не обошлось. В 2018-м Наталья обратилась в региональное ПК с заявкой на грант и столкнулась с неожиданными трудностями. Так посмотрела на меня, говорит, ну не может быть такого, чтобы женщина и там виноград. И потом я говорю, Геннадий Николаевич, я вас поняла, говорю, можно я вам покажу фото и видео своих результатов. Он, конечно, был поражен и удивлен. На грантовые полтора миллиона закупила профильные трубы для установки шпалера, ограждения, бензиновый опрыскиватель и, конечно, новые семена и черенки. За 15 лет Наталья высадила более 700 кустов винограда. Для нас провела экскурсию по саду. Каких ягод здесь только нет. Красные, белые, черные, розовые. И это еще поздние сорта. Вот, например, низина. Будет плодоносить до заморозков. В народе его называют хитрецом. Кажется, что у него цвет уже набран, да, размер ягод, грозди приличный. Но по вкусу он будет с кислинкой. Только сейчас начинает набирать вкус. Хотя кажется, что вот он уже готов. А это сморакт. Ранний сорт. Созревает в середине августа. Пользуется спросом из-за устойчивости к грибковым заболеваниям и крупных ягод. У меня уже достаточно давно, больше 10 лет. Вот никогда я не видела ни единой горошинки. Вот такой вот прям вот. Одно в одно. Хорошей морозостойкостью отличается байконур. Куст с мясистыми и сладкими ягодами вырастает до 4 метров. По вкусу очень хороший. Гроздочки такие, ну вот так вот. У него есть побольше и поменьше. Но это то, что вот как бы осталось. С одного куста Наталья собирает около 40 килограммов винограда. Основная часть на продажу. Перед посадкой проверяет каждый сорт. Это вкус, это размер ягоды, это морозостойкость, это устойчивость к болезням. Только тогда я уже приобретаю. Точно так же я отбираю клубнику, точно так же я отбираю малину, ежевику, ну и виноград само собой. А еще на ферме более 20 сортов клубники, малины, более 10 видов ежевики. Есть и смородина с крыжовником. Недавно на участке обустроили систему полива. Закупили мульчу для утепления корней. Хозяйка признается, сама бы не осилила. Помогают и поддерживают в любимом деле сыновья. На будущее у Натальи большие планы. Обустроить теплицы, погреб для хранения фруктов и запустить маленький винный завод. При правильном уходе обязательно с любовью получится. Обязательно, 100%. Анна Свидовская, Павел Емелин. Такой день на Мире Белогорье.